Родились в 15-м году. Батько был на войне. Был в плену 4 года. Пришел уже с войны, а я уже была большая. Да схватив меня на руки, бабушка каже, сынок, это не твоя, потому что родилась без ее. Он каже, все мои. У нас же школы не было. Малый поселок, школы не было. А потом поляки, матросы, и сделали школу, где уже годов-два дней война. Двое коней было, четыре коровы, кого-то что-то не было. Мы жили же при Польще. Податков не платили, потому что земля считалась невдовщиной. А уже нашли наши, что мы их так ждали. В 1939 году, да? Как пришли, то мой батько из всего моста всех позвал в гости, да в гости. Ради таки были. Ну, свои же пришли, русские. А мне оказались черти, гребители. Рыбу добили, а были ж города, картошку садили, жид осеяли, а больше поля уже не было. Немцы нашли сюда. Немцы арестовали. А у Лунинца были знакомые, то пошли в полицию немецкую. Он даже ухаживал за мной, Тарасевич Юзик. Пришел в полицейской одежды, а я вышла в другую комнату. А он думал, что я отвожу, да хочу с ним поговорить. Да пришел в другую комнату. А я опять вышла, а он посмотрел, да и вышел. Сволочь. Да ховалися, да пошли в лес, а хату покинули. Да пришли, да спалили в хату, а мы жили в лесу. Я пошла и с братом партизаны. Ходили, подаривали. Я была поваром. Это как брали Барановичи, то было ночь, сияние. Не видно было, чтобы один выстрел был. Да было сияние и гул. И уже Барановичи забрали и нашу отраду распустили. Много молодежи, много погибло. Война, это же не добро. Это беда. Трудно было, построить надо было. Спалинище, хату спалинище, сараи небольшие. Но государство помогало, поддерживало как-то. Нет, это не государство, это грабитель. Насколько мы их ждали, настолько они нас грабили. Масло отдай, мясо отдай, яйца отдай, картошку отдай, заем отдай, все отдай. А тебе ничего не надо. Приехали по картошку. Раскопали. Раскопали одного с копца, забрали. Раскопали другого. А человек был с плотницей. Помогал брать уже. Да набрал, у шесть мешков по полмешка. Да каждый сыпь песок. А я сжала плечами, говорю, я так не умею. А он за ведром. А это уже другую ямку брали. Да по ведром песка, как у дуу. У шесть мешков. Да уже и хватило. Да уже остался тот скопец, не добрали мне. Мой батько зарезал корову. А я отдала. И сестре отдала. Заги за дарма. Грабили. Вода была оттут кругом. Коровы плевуть. Як на грудок идуть, то плевуть. А чёрт я знаю, я робила, как раб. А чё я так долго живу? Вот, бачите, який шар сливов. Я сама из лесу нарубала и навозила лодку. И построила сарадий. И хату эту. Грабила двух с братом. Он младший. У меня было три брата и две сестры. Поляки, Советы. Сейчас вот у нас независимая республика. Когда лучше было? При Польше было лучше. При Польше было лучше. Мы же никаких податков не платили. Считалась земля наша невдопщина. Землю считали по категории. Мой батько двояконики, живём четыре коровы. И свиньи были, и гуси. Всё было. Всё хозяйство было. То вы богатые считали? Богатое хозяйство было? Мы считались батраки. Потому что мы жили на общественной земле. У нас не было собственности. В молодости было хорошо. До войны было хорошо. Разники строили. Музыка, танцевали. Два брати оба-два были гармонисты. На скрипке играли. И Пифан тоже на скрипке играл. И у Максима была гармошка. Тут у нас было весело. А вот тут вот бобры живут. А бобров ели? Бобрёв? Да. Не, бобрёв не ели.